Здравствуйте! Сейчас я вам расскажу одну историю. Историю про старые давние времена, про 13 век. Палеоклиматологи, это такие ученые, которые изучают климат, который был когда-то тогда, давно, тысячу лет назад, сто лет назад, а может и миллион лет назад, палеоклиматологи. Так вот, палеоклиматологи утверждают, что в 13 веке случился у нас, на нашей планете, они называют так, средневековый климатический оптимум. Стало тепло, замечательно, влажно, плодородно. В сухих до тех времен степях колыхалась трава, это где-то там в монгольских степях. И вот, значит, в монгольских степях население увеличилось. Трава дает пищу скоту, скот скотоводам жизнь дает, и увеличилось население монгольских степей. И эти населения отправилось походы, завоевывать Евразию, сотрясатель вселенной Чингисхан тут с ними был. В общем, целая история такая получилась. Нужно сказать, что вот эти вот сотрясатели вселенной ведь дошли к нам сюда, вот, до тех мест, что тогда назывались княжествами русскими, да, и уничтожили их. Нужно сказать, что если бы не пали вот этот вот средневековый оптимум климатический, этого похода бы не было. Но, и если бы не он, не уцелела бы наша цивилизация. Дело в том, что когда вот наступил этот самый оптимум, в тех местах, что к северу от Волги, туда вот, знаете ли, вот Вологда, вологодские леса, туда, куда конный воин монгольский не доберется. Вот, вот в тех местах стало можно жить. Теплее там стало в некоторой степени. Дело не в том, что там вот, ну, с дровами-то мы проживем, а в Вологодских лесах, сами понимаете, с дровами проблемы нет. Проблема в другом, как летом, чтобы было достаточно, так сказать, вегетации была, чтобы урожай можно было собрать, зерновых, там, репу. Ну, пропитаться-то ведь надо, правильно? Вот, чтобы это урожай... А тогда он появился, можно было собирать урожай, да, при том уровне сельскохозяйственного, так сказать, науки, да, скажем так, сельскохозяйственной практики. Вот, и вот благодаря этому палеоклиматическому оптимуму мы и сохранились, и в то же время домонгольская Русь перестала существовать. Вот так вот получилось. Нужно сказать, что перед этим, перед 13 веком, то есть 1200-ми годами, перед ними был средневековый климатический минимум, когда всё было совсем плохо, нудно и противно. Вот поэтому-то и было, так называемые, тёмные века, когда как-то вот, как сонная была Европа, сонная-холодная Европа, медленно разбивающаяся, совсем не то, что было при Римской империи, да, тоже ведь была Европа, та же самая, те же самые места, ну, совсем другое отношение. Вот эти локальные климатические оптимумы и минимумы регулярно случаются. Сейчас мы вроде бы живём в эпоху локального климатического оптимума, а предыдущий локальный такой вот, как бы сказать-то, маленький квази-ледниковый период случился в 1941 году. Эту очень важную роль сыграло в истории нашей страны. По крайней мере, история Великой Отечественной войны выглядела бы, так сказать, несколько по-другому, если бы не страшные холода той зимы с 1941 на 1942 год, которые помогли, так сказать, Красной армии победить в той зимней кампании, так сказать, вермахт, не дать ему выполнить те боевые задачи, которые были перед ним поставлены. Так вот, самое-то интересное не это. Самое интересное, что вот этому климатическому оптимуму, так грандиозному, глобальному, который называется межледниковие, ему отведено совсем немного времени. Сколько точно, никто точно сказать не может. Ну, примерно, говорят одни, осталось тысяч пять лет. Понимаете, в чём дело? Вот при существующей сейчас системе, так сказать, климата, чередование климатических вот этих вот периодов, холодных и тёплых, у нас период ледниковии занимает тысяч пятьдесят, может быть, сто, а межледниковые около пяти тысяч. И вот одни оптимисты, они говорят, ещё пять тысяч лет будет вот этот вот период межледниковии, а другие говорят, да что вы, максимум пятьсот лет, и земля будет покрываться льдом, начиная вот с полярных шапок. А всё дело-то в чём? Вот в своё время, ещё до нашей эры, веков за пять, греки не создали математический анализ, и наша наука замедлилась на полторы тысячи лет. Вот так вот. Всех благ вам, до свидания, удачи. Здравствуйте. Есть такое сокращение из трёх букв, которое, в общем-то, является одним из фундаментальных понятий в современной физике. ЗСН – закон сохранения энергии. ЗСЭ, простите, Закон сохранения энергии. Очень важный закон. Действует без сбоев, да, никогда не даёт ошибки. Вот если у вас такое-то, в эксперименте каком-то, вы обнаруживаете нарушение закона сохранения энергии, значит, вы ошиблись просто. Неверный эксперимент. Если вы предложили какое-то вот изобретение, изделие, и при внимательном рассмотрении экспертным советам оказалось, что это вечный двигатель, что там нарушает закон сохранения энергии, вам точно откажут в выдаче патента. Никаких разговоров. Было даже специальное указание в Парижской академии наук, ещё давно-давно, не принимать к рассмотрению проекта вечных двигателей, потому что они нарушают закон сохранения энергии. Вот листики на дереве растут, они откуда энергии берут? От Солнца, да. Идёт от Солнца свет, в листике дерева в зелёном идёт фотосинтез. Из углекислого газа и воды дерево синтезирует, так сказать, сахара. Из сахаров она строит целлюлёзу. Из целлюлёза своё тело. И вот давно-давно, миллион лет назад, Солнце светило, деревья синтезировали целлюлёзу, потом куда-то от деревьев попадали, ну не деревьев, да, деревьев не было, тогдашнее растение, правильно так сказать. Попадали, без доступа воздуха, долго хранились, обуглились, и вот этот уголь мы сейчас в печке сжигаем. Энергия откуда пришла? А это от того солнца, которое горело в каменноугольный период. Или, как говорят его профессионалы, каменноугольный, они так говорят. Вот. А откуда Солнце взяло энергию? А там, видите ли, шёл термоядерный синтез. Там лёгкие-лёгкие ядра атомов водорода соединяются друг к другу, слепаются и превращаются в гелий. При этом энергия выделяется. Вот за счёт этой энергии мы до сих пор-то и живём. А вот атомная электростанция, там же у нас идёт распад ядер урана, и при этом выделяется энергия. А это вот откуда. Дело было где-то миллиардов пять лет тому назад. Произошёл взрыв сверхновой звезды. Вот из остатков этой сверхновой звезды, облако такое полевое, это облако полевое подхватило как-то, так сказать, солнышко путешествия по нашей галактике, и сформировались из него наши планеты. Вот уран на нашей планете из того облака, того самого облака протопланетного. А уран синтезировался при взрыве сверхновой звезды, когда горючий, вот этот вот кермоядерный горючий водород, в ней уже сгорел, весь синтезировался, звезда стала сжиматься. Гравитационная энергия, знаете, вот она её сдавила, и всё, что тяжелее железа, когда образуется, она, наоборот, энергию потребляет. Вот чтобы хоть как-то охладиться, в ней-то синтезировался уран, который мы сейчас в наших атомных электростанциях сжигаем. Ну, потребляем. Утилизируем. Вот. Вот что получилось. А откуда вообще взялась вот эта вся гравитационная энергия? Вот смотрите, вот у нас вода течёт в электростанции сверху. Это значит, Солнце испарило эту воду, принесло куда-то там в верховие реки, там они выпали, эта вода выпала дождём, и теперь она нам даёт энергию, да? Ну, то есть гравитационная энергия, да? Подняли, так сказать, саночки на горку и скатились. Хочешь кататься, люби саночки возить, да? Любишь кататься, люби саночки возить, такая есть фраза. Так вот, откуда вот эта вся гравитационная энергия, интересно, взялась у нас? Вот смотрите-ка, дело было где-то 12 миллиардов лет тому назад примерно. Никто уж точно не помнит, когда это было, когда появилась наша Вселенная. И вот появилась она, только только появилась, одна секунда прошла. Мир, который вот из этой, из нашей, так сказать, точки виден, это вот область радиусом в одну световую секунду. Это как от Земли до Луны. И вот где-то вот в той стороне чуть побольше вещества, чуть побольше материи, нас туда чуть-чуть побольше тянет. А мир еще стоит из одного только водорода, да, из протонов. И вот этот протонный плазм в ту сторону течет. Ставьте турбины, вырабатывайте энергию. Мир увеличился, прошла еще секунда. И оказалось, что в ту сторону тянет сильнее, потому что там больше этого самого массы. И прошло туда. Вот какой-то такой закон странный. Откуда все это взялось? Откуда вообще взяла вся эта энергия, которой мы пользуемся, да? Если так вглубь смотреть, не должно этого быть-то. А вот оно есть. Вот это и есть парадоксы закона сохранения энергии. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ. До свидания. Удачи. Вы знаете, вот есть такое убеждение, что в период всяких таких смут, кризисов, как раз в мутной воде можно ловить рыбу. Это такое поэтическое высказывание. В мутной воде ловить рыбу. А вы знаете, вот на стыке 19-20 веков случился грандиозный кризис в физике. Это было такое смутное время. И вот в этой мутной воде, в хорошем смысле этого слова, многие физики наловили рыбу. Вот все фактически великие физики, кого мы сейчас вспоминаем, начинали свою деятельность именно тогда. Самые такие великие. Все остальные просто выдающиеся. А вот эти вот великие. Потому что они столкнулись с совершенно необыкновенной ситуацией, в которой тогда оказалась физика. Понимаете, в чем дело? Ну, все было просто и понятно. Все такое твердые шарики атома. Там как-то движутся. Кто-то с кем-то взаимодействует. Такие модели были. И была еще интересная очень вещь. Свет. Электромагнитное поле. Оно вот распространяется. В каком-нибудь мировом эфире. Но вот была одна заковыка. Электромагнитная волна, она волна, так сказать, поперечная. Свет ведь, знаете, поляризован. Вот это вот электрическое магнитное поле перпендикулярно поляризовано относительно распространения света. Вот так уж получилось. А где может быть перпендикулярно поляризованная волна распространяться? Только в твердом теле. Ведь вот в газе, например, я вот сейчас говорю, идет такая волна звуковая. Она это сжатие воздуха. Он к микрофону добегает, преобразуется в электромагнитные колебания. И они уже поперечный через мировой эфир, как раньше говорили, идут к вам. Да, вот так вот. А это может только в твердом теле быть. Ну, например, в проводе, да, по столу ударить, он будет вибрировать, подпрыгивать. Что ж, мировой эфир, он твердый. Странно довольно. В нем подвижутся планеты и почти не испытывают сопротивления. Ладно бы газ или жидкость, да? Ну, как бы сказать-то, да? Ну, вот, так сказать, воздух. Мы его почти не замечаем, да? Движется. Ну, если медленно двигаться, то мы его не замечаем. Может быть, и эфир такой же. Но вот он твердый должен быть по всем свойствам. И еще проблема была. Объяснить надо было спектры излучения. Вот, например, атома водорода. Линии, наборы линий. И когда все это объяснилось, оказалось совершенно удивительные вещи. Две удивительные вещи. Оказалось, что скорость света, она постоянно. С какой системы, отчет на нее не смотри. Вот идете вы, скажем, по палубе парохода и бросаете вперед себя мячик. Ну, скажем, со скоростью 10 метров в секунду. И пароход еще движется. Если с берегу на вас смотреть, получается, что мячик относительно берега летит не 10 метров в секунду, а больше. До него добавляется скорость парохода. Но вот если вы лучик света с парохода пускаете, то он что относительно вас идёт со скоростью света, что относительно берега со скоростью света. Это приводит к удивительным выводам. Ну, например, тому, что в одной системе отчёта, например, связанной с пароходом, два события могут быть одновременно, а на берегу они кажутся разновременными. В одной системе события А раньше события Б, а в другой наоборот. Представляете, какой ужас. Это против всякой логики. А ещё хуже с квантовой механикой получилось. Там вообще непонятно, что это такое. Нет понятия локализации тела, локализации объекта какого-то. Вот он как-то размазан в пространстве, вероятность его найти в той или иной точке. Вообще полная такая вот нелогичность. И вот оказалось-то, что именно такая физика вот в этой мутной воде-то и наловили учёные больших репутаций. Я в хорошем смысле этого слова говорю. Ну, уж вода действительно была мутная, потому что ничего непонятно было. А они смогли разглядеть, где там плавает рыба, нашли поймать истину. Так вот, истина заключалась в следующем. Что, рассуждая в физическом мире, нужно отбросить всякие наши понятия логики. Всё не так. Вот даже вот причинность рухнула, да? Значит, в одной системе отчёта одно событие, а раньше в другой – другое. Ну, правда, есть события, которые в любой системе отчёта следуют одно за другим. Да? Вот рождение человека и смерть человека. Невозможно умереть раньше, чем, значит, родишься, да? Вот так вот получилось. Вот такая вот ситуация. А тут вот, пожалуйста, всё остальное совершенно нелогично. В этом весь смысл современной физики. Если хотите заниматься современной физикой, её понимать, откажитесь от всякого здравого смысла. Современная наука – это наука без здравого смысла. В хорошем смысле этого слова – без здравого смысла. Замечательная совершенно вещь. Вот такой вот парадокс. Мы в условиях этой науки уже почти 100 лет живём. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ. Удачи. До свидания. Здравствуйте. Есть такой, так сказать, термин «частота шумана». Частота. Часто. Колебания. Частота шумана. Вот что такое. Слово это появилось в начале 50-х годов. Мюнхенский физик, учёный Шуман написал несколько статей на тему вот какую. Есть у вас сферический конденсатор. Представляете себе? Вот сфера – Земля. Это одна обкладка. А другая обкладка – это ионосфера. Тогда уже знали про ионосферу, потому что баллистические ракеты стали запускать, так сказать, трофейный немецкий вверх по вертикали. Ну и выяснили, что, оказывается, планету нашу окутают там ионосфера, там всякие такие вещи. Уже можно было измерения делать. Раньше только отражённые от них радиоволны регистрировали. Ну так вот, получается сферический конденсатор. А в этом сферическом конденсаторе, как и в любом, так сказать, таком вот замкнутом объёме, замкнутом проводящими, ограниченными проводящими поверхностями объёме, возможно распространение стоячих электромагнитных волн. И вот в этом конденсаторе, а высота, надо сказать, ионосфера где-то километров 80, значит, возможно распространение в организации стоячей волны. Стоячие волны – это вот как стоячая волна. Вот она в трубе, например, вот отсюда побежала волна до этого конца трубы и остановилась, да, и обратно отразилась. Она будет, так сказать, стоячей, когда длина её кратна размеру, да. А вот в этом сферическом конденсаторе длина волны, так сказать, кратна, ну, собственно говоря, окружности земного шара. Где-то около 7 или 8, так сказать, герц. Она меняется, в течение дня колеблется. Я сегодня в передаче зашёл на сайт Томского госуниверситета, а у них есть специальные подразделения, которые занимаются как раз регистрацией вот этих вот частоты Шумана. Да, и она вот постоянно идёт в прямом, как сказать, онлайн, да. Вы можете посмотреть, сколько в данный момент времени, ну, по крайней мере, в Томске, по данным измерениям в Томске, составляет эта самая частота Шумана, да. Я почему об этом заговорил? Публика, публика, значит, толкует такие слова, я вот прочитал тоже в интернете. За последние 500 лет частота Шумана увеличилась в два раза. Но вопрос такой, если частоту Шумана вот, ну, раньше, чем в 50-е годы, никто не измерял. Откуда же 500 лет назад-то кто её мерил? И, во-первых, и, во-вторых, частота Шумана может меняться, если будет меняться либо размер Земли, либо размер вот этой самой ионосферы, радиус, да. Ну, кстати, радиус ионосферы действительно меняется. Скажем, ночью происходит рекомбинация ионов и ионосферы, и действительно расширяются обкладки конденсатора в разное время дня и ночи, эта частота разная. Да, так вот самое-то главное. Откуда берётся это излучение на этой длине волны? Кстати, длина волны – это порядка 7 Гц, то есть частота, простите. А длина как раз где-то 30 с чем-то тысяч километров, это как раз окружность земного шара. А берётся она вот откуда, ну, как вам сказать, вот знаете, как шумит море в раковине, да? Ну, я никогда не слышал, но говорят, что должно шуметь. Это вот большой такой резонатор раковины, да? И он ловит колебания звуковые, которые туда попадают. А вот те колебания, которые соответствуют, так сказать, резонансно этому резонатору, да? Они как раз там и сохраняются, бегают. А остальные, ну, просто пропадают, затухают. Так и вот здесь у нас грозы, огромные грозовые разряды, постоянно на Земле где-нибудь идёт гроза, создают широкий спектр электромагнитных волн, да? В том числе и у тех вот на частотах Шумана, да? Вот они, пожалуйста, и усиливают, и там и сохраняются, и бегают, усиливаются, да, грубо говоря, да? Остальные затухают, а эти затухают слабее, не усиливаются, затухают слабее. Кстати, там кроме этой частоты Шумана есть ещё несколько, так сказать, кратных частот. Всё нормально. То есть не один раз обегать успеет частота, а две волны, две полволны, две волны, вот вам уже окружность земного шара. Вот так. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания, всех благ. Здравствуйте. Здесь такая замечательная наука, статистика. Вот есть математическая статистика, это вот одно, это, так сказать, близкая родственница теории вероятностей, да? Там всё так достаточно абстрактно. А есть вот статистика, иногда её прикладной статистики называют. Ну, в зависимости от того, кому её преподают, её называют там статистика заболевания крупного рогатого скота, статистика преступлений, правовая статистика, статистика там, я не знаю, брака и семьи, ну, в зависимости от того, чему кого учат. Экономическая статистика. Кстати, очень развитая вещь. И вот я вам хочу кривую представить из этой вот науки, из прикладной статистики. Там ведь нужно какие-нибудь характеристики такие давать, которые вот, ну, наглядно характеризуют состояние дела, да? Вот, помните слова такие, есть индекс цен, да? Наглядная характеристика, да? Вот во сколько раз цены изменились. А это вот называется кривая. Кривая Лоренца. Она, как говорится, наглядно показывает неравномерность распределения чего-нибудь. Ну, скажем, банков по капиталу. Или граждан по доходам. Или, там, скажем, граждан по обеспеченности их медицинским обслуживанием. Да, сколько врачей на душу населения вот в том или ином регионе находится, да? Вот давайте на эту кривую немножко посмотрим повнимательнее. Тут по осям отложено, значит, в процентах деревяще. А одна ось – это численность населения, ну, как количество людей, население. Вот сколько-то процентов, да? Вот, например, что там у нас по горизонтальной оси отложено? Вот, например, 20% отложено, да? И вот посмотрите-ка, такая синяя линия. Вот это и есть кривая Лоренца. Так вот, для 20%, 20% населения имеют 10% капитала, скажем, да? 10% средств. Видите, вот такое пересечение? По одной оси сколько людей, а по другой оси сколько у них, так сказать, богатств. У 100% все 100% и есть, да? Вот если бы все было поровну, то прямая, вот видите там красную прямую, вот это вот кривая такая вот равномерного распределения, когда всем поровну, да? Всех отняли и поделили. А вот такой, видите, вертикальный зелененький отрезок. Это вот максимальное расстояние между прямой равенства и кривой Лоренца. Это вот сколько нужно отнять и поделить поровну, да? Вот получается вот тут вот в этой вот кривой, для этой кривой отнять и поделить надо где-то процентов 25, наверное, да? Вот 25% имущества надо отнять и все поделить. Ну, кривую эту называют часто очень кривой Робин Гуда, потому что Робин Гуд же все отнимал и делил, давал, так сказать, этим самым бедным, да? Кривая Робин Гуда называется. Но есть у нее еще другое название. Кривая Гувера. Гувер имеет свой не тот, который был Эдгар Гувер и руководил в ФБР много десятилетий. Имеет такую, ну, по крайней мере, в советское время имел у нас такую нехорошую славу, гонителя свобод в Соединенных Штатах, преследователей, инакомыслящих. А совсем другой Гувер, Герберт Гувер. Он интересный очень человек. Хотя, кроме как вот на вот этом вот прямой, на отрезке, на коэффициенте Гувера, нигде никто его и не помнит сейчас почти. Был он президентом США как раз в эпоху Великой Депрессии. Как только Великой Депрессия разразилась, вот он стал президентом, не сумел он с этой депрессией справиться, и его заменил Рузвельт, который, как говорят, с ней справился. Вот. А Гувер наш известен тем, что он как раз отнимал и распределял, и делил. Так уж ему получилось, что во время Первой мировой войны его назначили представителем в Европе американским, который ведал проблемы эвакуации американцев, которые попали в Европе в переделки. А потом ему пришлось еще и снабжать Россию хлебом. Да, вот он занимался гуманитарной помощью России в ту пору, как раз в самую голодную пору. На сто тонн золота поставил ему хлеба. Вот так вот. Ну, спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. В романтические 60-е годы, романтические с точки зрения космонавтики, молодежь обожала книги про Солнечную систему, про звезды. Правда, в этих книгах информации было относительно мало, потому что еще не собралось ее в нужном количестве. Не было еще тогда орбитальных телескопов, не летали наши космические аппараты к далеким планетам. Наше – это человечество, космические аппараты. И поэтому мало что было известно. Вот помню, в тех книжках из года в год можно было прочитать одну и ту же цифру, вернее число, что у Сатурна 12 спутников, а у Юпитера 9. То есть, наоборот, у Сатурна 9, а у Юпитера 12. Вот, видите, перепутал. Ну, так вот, а теперь все иначе. Теперь вообще регулярно эта величина обновляется. Сейчас уже и у Сатурна, и у Юпитера спутников больше 60. И это бы все ничего. Эти спутники такие классические, летают вокруг планеты по замкнутой орбите. Ну, типа там по эллипсу, слегка вытянутому, почти по окружности. И все. Ну, как Луна вокруг Земли. А есть еще совсем другие спутники. Есть два оригинальных вида спутников, которые очень впечатляют своей траекторией. Есть спутники, которые можно было бы называть лагранжевыми спутниками. Дело в том, что на орбите, скажем, Земли вокруг Солнца, есть, так сказать, три точки, отстоящие вот друг от друга на равные угловые расстояния, в которых тело, если там окажется, будет находиться в равновесии. Вот так вот оно будет, в равновесии будет, и все, и оно будет из нее с трудом выходить. Его надо будет оттуда заставить выйти. Может образоваться так называемый лагранжевый спутник. У Земли и у других планет лагранжевых спутников нет. Но у некоторых спутников есть лагранжевые спутники. У нескольких спутников Сатурна есть вот такие вот лагранжевые спутники, которые обращаются по одной с ними орбите. Маленькие такие обломочные астероиды, которые летают как лагранжевые спутники. Но это еще полбеды. Они тоже ведь по замкнутой траектории летают. Ну подумаешь, по одной и той же. А есть еще спутники, называются они резонансными. Вот насчет спутников, спутников резонансных я не знаю. А вот у Земли уже сейчас открыто несколько резонансных спутников. Это малые планеты, то есть астероиды, которые движутся вокруг Солнца в резонансе с Землей. Оборачиваются вокруг Солнца за один год. Понимаете, да? Но по другой орбите, немножко по другой орбите. Орбита их более вытянутая, эллиптическая. Но относительно Земли, они все время пролетают на одном и том же расстоянии от Земли. Вот в ноябре месяце перед Землей, дорогу Земли пересекает один из наших спутников, этих самых резонансных. Кстати, удивительно вот что. Если смотреть не со стороны, скажем так, ну как бы сказать, со стороны, от Солнца смотреть. От Солнца, да, мы две планеты, наша и этот резонансный спутник, движутся по эллипсам вокруг Солнца. А если смотреть с Земли, то получится удивительная картина, что этот спутник движется относительно Земли по замкнутой траектории, но он не охватывает траекторию Земли. Представляете? Он как такая вот сосиска такая изогнутая траектория, да, не эллипс, а такая вот сосиска, которая немножко охватывает Землю, как подкова. Есть еще один маленький астероид, совсем недавно открытый, который так хорошо резонируется с Землей, в таком хорошем резонансе, что его траектория вот вообще почти полная, ну подкова. Вот, в месте разрыва подкова находится Земля, и он вот эту вот подкову, вот так вот, подковочку так вот и описывает каждый раз, да, как сосисочку такую. Представляете, какой бы это был бы, резонанс бы имело открытие такого рода движения по небу, скажем, во времена Птолемеевой астрономии, так сказать, до Коперниковой, да, когда считали, что Земля является, так сказать, центром мироздания, планеты движутся вокруг Земли все они, да, а вот это вообще как печатную траекторию. Представляете, тогда бы это была революция, наверное. Спасибо вам за внимание, всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Вот сейчас уже в школе изучают, или лучше сказать, проходят теорию мобилизма континентальных плит, или еще называют мобилизма литосферных плит. Мобилизм, значит, движение. Вот на планете Земля движутся по поверхности Земли медленно континенты, они иногда сходятся, иногда расходятся, иногда образуют общий континент, иногда, вот опять, как сейчас, раскалываются, но на много континентов, иногда один континент или субконтинент врезается в другой. Вот говорят, вот сколько-то миллионов лет тому назад, десятков миллионов, Индостан, индостанский субконтинент врезался в Евразию, да, это было страшное событие. Он врезался и нагромоздил Гималайские горы, вот эти самые высокие вершины в мире. До этого на Земле просто высоких гор, как говорят, не было. Ну, долгое время не было, потому что такое столкновение совершенно чудовищное. И, кстати говоря, мало кто задумывается об кинетической энергии этих сталкивающихся континентов. А вот давайте прикинем, посчитаем. Значит, скорость движения континентов характерная, сантиметры в год, представляете, да, масса континента. Но это тоже несложно посчитать, или массу континентальной плиты. Площадь знаем? Ну, примерно знаем. Можем оценить, в справочнике посмотреть. Толщина плиты, которая плавает, ну, километров 80, может быть, 100. Вот такая вот толщина. Плотность какая? Ну, возьмите плотность, так сказать, горных пород, да, например. Это где-то около 3 килограммов на кубический дециметр, да? Вот. И посчитайте, какой же кинетической энергией обладает Индостан, который врезался в Евразию. Так вот, оказывается, Индостан имеет кинетическую энергию, ну, сопоставимую с энергией ребенка, который катится на велосипеде. Если ребенок вот врежется в стену, это, конечно, будет очень нехорошее событие, очень сильное, но стена не пострадает, я думаю. А вот тут, понимаете, пострадал целый континент, мы громоздились в Гималайи, откуда? Откуда? Откуда такая энергия, да? Вот, кажущийся парадокс, он легко снимается. Шкаф когда-нибудь двигали, да? Шкаф движется медленно, но ведь какую огромную силу мы к нему прикладываем, да? Вот льдину прибило к берегу потоком, да, и поток все время ее прибивает к этому берегу, разрушает, или надвигает на песчаный пляж. Вот так и здесь произошло. Вот это вот потоки мантийного вещества, а в мантии там, говорят, движется вещество, так сказать, потоки какие-то, они вот как раз и тащат, толкают вот эти вот континентальные плиты, которые плавают сверху в веществе мантии. И вот он-то, эта вот энергия мантийного потока-то и заставляет громоздиться Гималайи, разрушаться всяким горным породам. Только поэтому. Вот. А на самом деле сама кинетическая энергия совершенно ничтожна. Кстати говоря, вот этот вот процесс движения материков по поверхности Земли, он возможен только потому, что у нас не сплошная земная кора. У нас различают земную кору континентальную и земную кору океаническую. И вот оказывается, земная кора континентальная, вот та самая, которая движется и врезается, покрывает не всю планету, а только значительную часть. Ну, скажем так, процентов 30. А всё остальное – это океаническая кора. Вот как так получилось? Почему так произошло? Почему не вся планета покрыта континентами? А вот если была бы она вся покрыта, было бы совсем другое дело. Никакого мобилизма плит бы не было. Было бы ужасно жить. И мантийное вещество нагревалось, поднималось бы, пучило, разрывало бы это вот постоянно какие-то циклопические извержения. Вот. А у нас вот нам повезло. Так природа к нам благоволит. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Всех благ. Здравствуйте. Есть на планете Земля районы, которые называют трапповые провинции. Трапп. Две п. От шведского слова «лестница» – трапп. Да, оно и в русском языке тоже самое означает. Трапп. Видите, вот похожая эта структура на какую-то гигантскую лестницу. Правда? Вот так, с гигантскими ступенями. Это базальты, которые когда-то давно изверглись на поверхность Земли. На огромной территории, в миллионы квадратных километров, слоем там, значит, километровым. Вот эти базальты покрывают огромные территории. Ну, а потом, значит, речные долины их разрушают и обнажают вот эти вот огромные, значит, ступени, да, слои образования. Загадочное их происхождение. То есть, объяснить-то объяснили, но не могут понять, почему такое объяснение работает. Самая известная такого рода трапповая провинция – это, так называемое, плато Декан на Индостане. Вот, вот это вот красным цветом обозначено то самое, так сказать, трапповое плато, вот это вот трапповая провинция. Кстати говоря, такая же трапповая провинция существует и у нас, в Восточной Сибири. Вот эти вот месторождения замечательных алмазов связаны именно с ней. Кимбернильтовые трубки как раз возникают в процессе образования трапповой провинции. Кимбернильтовые трубки – это те самые, где добываются алмазы. Вот какова теория образования этой самой трапповой провинции. Вот слушайте, да, а это, кстати, вот черным цветом показаны трапповые провинции на дне океанов, то есть когда-то и там тоже изливалось. Идея такая, что когда-то давным-давно, ну, а это может случиться в любой момент, в принципе, в процессе циркуляции мантийного вещества, значит, как вот ядро, оно нагревается, и от него, как от нагревателя в чайнике поднимаются струи тёплого, значит, разогретого и более лёгкого мантийного вещества. Оно, значит, подходит к земле, тут растекается, заставляет двигаться континенты, вот, вот так вот. А тут вдруг происходит следующее. Ни с того, ни с сего, ни равномерная струя всплывает такой, как вот, это называется плюм, очень так хорошо слово плюм, такой, и всплыл, да, такой пузырь такой. Не пузырь, а вот такая капля горячего вещества вдруг начинает всплывать. И в этом месте она всплывает, всплывает, она большая, горячая, она начинает прогревать снизу земную кору. Она прогревает, в ней происходят всякие преобразования в этой земной коры. Например, уголь, если были там залежи угля, они превращаются в графит. А потом, если ещё, ещё, когда плюм подвсплывёт, они превращаются в залежи алмазов, да. Вот именно поэтому в Индии не счастье алмазов в каменных пещерах. И в Якутии, да, то же самое. Алмазоносные провинции именно связаны с трапповыми такими вот структурами, да, с этим вот местом всплытия плюма. Вот, идея-то такая вот наиболее, так сказать, правдоподобная, но никто не может объяснить, отчего это вдруг. Обычное течение вот такое вот струйное сменяется вот таким вот плюмом. Ведь нет там внизу в ядре земли никакого такого вот аппарата, который выплёвывает, да. То есть как это вот, есть у вас кран, да, представьте себе какой-нибудь такой вот прибор на кухне с краном. Вот он там что-то перегрелось, открыли, оттуда плюм, стал выскакивать этот горячий плюм вещества резко всплывать. Там крана-то ведь нет. С какой стати? Вот это вот загадка, которую не могут пока объяснить, ну, то есть вот кто-то может объяснить. Вот. Это, кстати, тоже на картинке одна из, так сказать, траповых провинций. Вот они тоже. Вы представьте себе эту толщину, да. Река эта где-то внизу, да. А вот на горизонте это не горы, это край долины, которую речка промыла в этой траповой провинции. Километра полтора-два толщина этого слоя. Вот сколько вот, несколько миллионов лет, вот этот вот плюм, прогревший землю, ещё и вырвался и разлился по поверхности. Не как вулкан нормальный, ба-бах, а вот вырвался и разлился. Страшное явление. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго, до свидания, всех благ. Здравствуйте. Есть такой очень важный элемент, без которого нам очень тяжело жить, называется он калий. Вот когда калия не хватает в организме, начинает неисправно работать так называемый калиевый насос, перенос щелочных, как это называется-то, ионов щелочных металлов через клеточный барьер, через клеточную мембрану. Вот говорят, что при этом как раз ноги начинает сводить. И первое средство, чтобы это избежать, поесть калий. Поесть бананов. А бананы содержат калий. Несколько бананов, говорят, восполняют дефицит калия в нашем организме. Вот так. Нужно сказать, что среди изотопов калия есть радиоактивный изотоп, калий-40. Он, правда, радиоактивный, это радиоактивный, но период его полураспада составляет несколько миллиардов лет. У нас таких изотопов, в принципе, на планете три. Калий-40, уран-238 и, так сказать, торий-232. Вот эти вот три изотопа, они у нас в земной коре, в ядре земли. И они как раз определяют тепло земли. Вот их распад, он и нагревает землю. Чудовищно огромные энергии выделяются. Нужно сказать, что в одном банане, вот бананчик, да, который мы едим, в нем примерно в секунду происходит около 30 актов распадов изотопов, так сказать, калий-40. Если очень много-много бананов вы везете через границу, то служба на границе, которая проверяет, не везете ли вы что-нибудь радиоактивное, может вас неправильно понять и отреагировать на то, что вы везете какие-то низкорадиоактивные вещества, а не везете ли вы что-нибудь там такое вот эдакое. Такие случаи реально бывают в службе пограничного контроля, кстати говоря. Вот так вот. Того калия, что находится в земле, его примерно по радиоактивности, если сравнивать, ну, в несколько десятков миллионов раз его радиоактивности выше, чем радиоактивность, выделяющаяся при такой какой-нибудь грандиозной радиационной аварии на атомной электростанции. Ну, например, в Чернобыльской катастрофе вот того калия, который вот естественный, вот его в десятки миллионов раз больше. То же самое можно сказать и про торий, и про уран, который находится в земной толще, их очень много. Огромное количество радиоактивных веществ. Когда нам рассказывают, что выпали радиоактивные осадки, и теперь коровы, живущие в нашей местности, дают радиоактивное молоко, то вот надо вот прикинуть, а какова, так сказать, радиоактивность этого молока? Действительно, туда попали радиоактивные изотопы, в это молоко. Ну, и радиоактивность стакана молока, ну, скажем так, радиоактивность литров 40 вот этого молока, примерно такая же, как радиоактивность одного банана. Вот, вот, чтобы для сравнения. Вот это вот, когда нам говорят о радиоактивных осадках, да, о том, что, значит, с фукусима, откуда принесло облако, оно где-нибудь выпало дождем, и теперь мы, значит, употребляем в пищу радиоактивные продукты. Вот имеется в виду вот такой уровень радиоактивности, а техника позволяет все это зафиксировать. Правда, вот моя вот эта вот проядерная, да, пропаганда, она имеет одно очень скользкое место. Калий, это калий. Съели мы банан, да, с радиоактивным калием, и он у нас в нашем организме, побыл какое-то время калий и вывелся. У нас есть такой цикл движения калия через наш организм. А вот какой-нибудь другой изотоп к нам попадает, он может где-то начать накапливаться, да. То есть это еще неоднозначно так. Вот такая вот пропаганда про ядерное, да, за ядерную энергетику, невзирая на ядерные катастрофы, вот, она вот имеет такое вот опасное место. Некоторые изотопы, например, изотопы йода радиоактива, накапливаются в щитовидной железе. Правда, с ними тоже можно бороться, принимать при этом препараты йода. Мы, как бы сказать, разбавляем йод, попавший в организм, радиоактивный, нерадиоактивным йодом. И он быстрее вымывается из организма. Вот так вот. Ну, спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok